Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Венгерский министр по делам Евросоюза Янаш Бока напомнил, что Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Еврокомиссия не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янаш Бока, комментируя решение главы Е-Курсулы фон Дерляйен, призванные продемонстрировать недовольство Брюсселя действиями Будапешта. Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Маммер сообщил, что фон Дерляйен отменила визит коллеги Еврокомиссии в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Бока дал понять, что правительство Венгрии считает эти решения неправомерными. Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Он заверил, что Венгрия по-прежнему искренне привержена сотрудничеству со странами-членами и институтами Евросоюза. Все они приглашены принять участие в мероприятиях под председательством Венгрии, которые направлены на решение общих проблем. «Эта задача стоит перед всеми государствами-членами и институтами, все они несут за это ответственность», – добавил Бока. Еще на прошлой неделе руководители ЕС и ЕК открыто выразили недовольство по поводу визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В Брюсселе заподозрили, что он пытался разговаривать там от имени всего Евросоюза, поскольку во второй половине года Венгрия председательствует в Совете ЕС. Европарламент, вопреки традиции, не пригласил Орбана на свою первую сессию после начала венгерского председательства. Будапешта проверка эти предположения, пояснив, что Орбан действует только от своего имени и намерен информировать о результатах своей миссии руководства ЕС и другие страны сообщества. По итогам поездки в Москву, Пекин и Вашингтон он направил своим коллегам письменный отчет. Как сообщил его советник и однофамилец Балаш Орбан, венгерский план есть сейчас на столе у всех лидеров Евросоюза. Главной новостью политической жизни Евросоюза открывающейся недели стало заявление комиссара Альянса по международным вопросам Жозепа Бореля, который в открытую пошел на Виктора Орбана. О том, что это произойдет, ясно было едва ли не до момента, когда маленькая, но очень гордая Венгрия заступила на полугодовую вахту председательства в Совете Европы. Премьер Мадьярского правительства давно успел стяжать славу человека, действующего поперек инициатив Евросоюза. И надежд на то, что он станет на путь исправления, получив пусть чисто номинальные, но все же нити управления политикой ЕС в верхах Содружества 27 не питал никто. А тут еще Орбан предпринял свой знаменитый предюбилейный накануне празднования 75-летия. Реакция Брюсселя была предсказуемой и столица ЕС заявили Орбану пальчиком, вбросили в прессу пару утечек с перечислением возможных коротступника. И заметив орбановскую неозвученную, но продемонстрированную поведением, реакцию в духе из фильма. Ну, в общем, евроверхи попытались реализовать свои обещания наказать и не пущать. Уже явно чувствуется бессилие Америки с введением санкций. Теперь она перекинулась на другие страны, которые, по ее мнению, помогают нам обходить эти самые санкции. Одним из первых попал Китай. Американские финансисты довольно точно просчитали уязвимые места китайских банкиров и торговых организаций и накинули на самые крупные организации, которые сотрудничали с российскими компаниями, начали заявлять о вторичной санкционной петле. Пришлось китайцам отчасти затормозить межгосударственные платежи, чтобы не получить ограничения в своих финансовых операциях с Западом, где у них до 90% объемов проводок, а бизнесмены нажали на тормоз по некоторым поставкам своих товаров. Но останавливаться в поисках выхода из этой ситуации никто и не собирался. Финансово-экономическая борьба на сегодня становится основным как в российско-западных отношениях, так в отношениях Китая с западными недрузьями. Обе страны ищут различные варианты обхода санкций и ведения нормальных, поступательно развивающихся торговых связей. Санкции США привела к тому, что китайские экспортеры просели со своими поставками в Россию за первые четыре месяца 2024 года на 1,9%. Именно такие сведения давало главное таможенное управление Китай. Российская сторона менее подвержена страхам санкций и уверенно продолжает грузить и платить. Дочка ВТБ в Китае работает 24 седьмых, не останавливаясь ни на секунду. Объемы у нее просто фантастически растут. Наши экспортеры ставят очередные рекорды и по сравнению с прошлым годом показатели России выросли за четыре первых месяца 2024 года на 10-2%. Ну, ничегошеньки у американцев с нами не получается. В период подготовки к приезду Путина в Пекин проводилась огромная работа по преодолению и обходу западных ограничений для китайского бизнеса. Похоже, что такие варианты были найдены. Первые результаты стали видны уже в мае. В июне их уже трудно спрятать. Смешные рупоры коллективного Запада вновь завопили о том, что теперь и китайский экспорт снова выходит на рекордные рубежи. За июнь экспорт из Китая вырос на 4% и составил почти 870 миллиардов рублей. Bloomberg не без оснований сообщает о том, что подобный рост обусловлен тем, что Россия и Китай снова нашли варианты обхода западных вторичных санкций в отношении крупнейших банков Поднебесной и об этом на встрече окончательно договорились Зимпин и Путин. В мае уже наблюдался небольшой рост китайского экспорта на 1,8%. По итогам встречи механизм заработал в полную силу. Теперь небольшие региональные банки включились в работу и начали принимать юани из России, таким образом выстраивая защиту крупных кредиторов. Своим действиями западные финансисты еще больше ускорят процессы дедолларизации в отношениях России и Китая. На саммитах БРИКС создание бездолларовой зоны торговли обсуждают уже не первый год. Конкретные шаги уже предпринимаются рядом стран. Результаты будут в ближайшее время. Американский вечный долларовый лед начинает трещать под натиском атомного ледокола БРИКС. Минфин и Центральные банки стран-участниц БРИКС к саммиту, который пройдет в Казани, представят новые альтернативные финансовые инструменты. Об этом заявил замглавы МИД России, шерпа Российской Федерации БРИКС Сергей Рябков. «Я уверен, что в Казани Минфины и Центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере», сообщил заместитель министра. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в Нью-Йорк. Эмоции зашкаливают не только у охраны министра. Накануне визита далеко не все журналисты, которые должны были лететь вместе с Лавровым, были уверены, что смогут на этот раз пересечь американскую границу. Виз в паспортах не было у практически половины представителей СМИ, которые значились в списках делегации. Как тут не вспомнить, что чуть более года назад Лавров также летал в Нью-Йорк, а визы журналистам американское посольство выдало лишь после того, как министерский ИЛ-96 вылетел в США. Нас до последнего уверяли, что все окей. Говорили, что паспорта с визами будут готовы до вылета. В итоге во Внуково-2 мы проводили министра, а сами поехали домой. На этот раз ситуация была близка к повторению. И все же в воскресенье за день до вылета в Нью-Йорк, потрепав все же нервы, американское посольство выдало визы всем журналистам. По сути, Лавров летит с визитом не в США, а в ООН. С представителями Белого дома или Газдепа у него нет по информации на понедельник запланированных встреч. Несколькими днями ранее в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы МИД РФ Сергей Рибков сообщил, что пока Москва не ведет даже пристрелочных переговоров с командой Джо Байдена. В Нью-Йорк Лавров отправился, чтобы принять участие в двух важных заседаниях Совета Безопасности ООН. На 16 июля под председательством нашего министра пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему многостороннее сотрудничества в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. А на следующий день запланированы еще один открытый дебат и опять же министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке. Все это в рамках месячного российского председательства в Совете Безопасности ООН. По поводу начала председательства России в Совбезии ООН, 2 июля Газдеп озвучил свой двусмысленный комментарий. Американцы вроде как пожелали России успеха. Но ведь на самом деле очевидно, что Вашингтон продолжит блокировать любые инициативы Москвы. Как они это делали и ранее без исключения в последнее, уже даже трудно подсчитать, сколько именно лет. Российский МИД готов к очередной дипломатической дуэли. Как бы ни старались американцы свести на нет председательства России в Совбезии, у Москвы есть свой четкий план работы. Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности.